Действительно, согласен с получавшими мнениями о том, что порядок изменился, и это факт. Действительно, нашим гражданам стало проще доустраиваться в основных странах доустройства России и Казахстана. Увеличение по прошлому году числа мигрантов есть. Если на начало 2015 года в России пребывало 501 тысяча граждан, то на сегодняшний день это 570,5 тысяч. То есть мы говорим об увеличении примерно в 70 тысяч. Увеличение это произошло именно после 12 августа, что мы стали наблюдать после вступления в правил Евразийского экономического союза 97-26 раздела, ну и 98-й статью. И также мы видим увеличение в направлении Казахстана трудовой миграции. Если традиционно в последние 5 лет в Казахстане находилось порядка 85 тысяч наших граждан, то на сегодняшний день наши коллеги из Казахстана сообщают уже о 115 тысячах зарегистрированных граждан Казахстана. То есть порядок, исключающий бюрократические прегоны в отношении иностранных работников, он позволяет сегодня странам доустройства принимать в упрощенном порядке. Большее количество граждан из Казахстана, тем самым восполняет недостаток рабочей силы на местах. Но здесь и у самих граждан появляется возможность легального пребывания, соответственно. Те большие числа, большая численность людей, которые попадали в списки забридников, она, соответственно, тоже уже нет в этих основаниях для включения наших граждан. Но остаются две проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, которые мы обсуждаем на двусторонних площадках. Первая проблема – это продолжающаяся эксплуатация труда мигрантов недобросовестными работодателями, мягко говоря, а говоря откровенно, большое количество мошенников используют мигрантов для того, чтобы получать доходы незаконные. Часто обманом привлекаются мигранты, в них отнимаются паспорта. И даже несмотря на возможность легального предоустройства, такие мошенники все еще в большом количестве представлены. И здесь наказание, к сожалению, эти работодатели не несут, а вся государственная машина наказания направлена на вот этого обманутого мигранта, который своим дизом, по сути, вносит вклад в развитие этой страны, в производстве вносит вклад в валовые продукты страны. Поэтому сегодня акцент необходимо в правах Евразийского экономического союза сделать на том, чтобы ужесточить наказание этих организаторов незаконной миграции, благо возможности для законного пребывания труда сейчас у нас есть, механизмы есть, поэтому я думаю, что государственные должны обратить внимание на эту правду. Вторая проблема, которую мы сегодня видим, это так называемые резиновые квартиры, где работа в странах приема, в странах трудоустройства проводилась активно, но опять-таки эти акценты были направлены не на тех, кто организует, кто принимает и сдает без оформления трудовых договоров на эти квартиры, а на самих мигрантов. При этом довольно странная ситуация, когда законодательство разрешало гражданам, прибывающим, вставать на учет по месту работы, на юридический адрес, но по мере проверки, когда люди снимали квартиры в других местах, их массово депортируют. Ну, здесь некие, мы видим, в кавычках, грабли, которые никто убирать, демонтировать не собирается, и мигранты каждый раз, наступая на эти грабли, депортируются, заработные платы не выплачиваются, они сидят в центрах содержания граждан по несколько месяцев, а сама эта ловушка, она продолжает иметь место быть. И здесь необходимо также властям обратить внимание на то, что наказывать нужно тех, кто незаконно сдает, значит, как понимающая сторона, это жилье, потому что здесь речь идет, для чего эта борьба ведется, речь идет о том, что собственники жилье не уплачивают налоги, вот, и наказывая мигрантов, освобождая от ответственности вот этих собственников, мы ничего не добьемся, поэтому и увеличение количества зарпятников по вот этим основаниям, что проживает не по тому адресу, где, значит, зарегистрировано, ну, зарегистрировано, уйдет же лиц, а у нас, знаете, живет в другом месте законодательства, но, видимо, есть некая команда, значит, согласно которой вот всех подоткнули. Здесь надо серьезно задуматься о том, чтобы поменять, вновь, повторюсь, акцент. В целом же, у нас в городской республике разрешат, мы освободили от сообщения разрешения граждан стран Союза Евразийского, соответствующие изменения в законодательстве, они подготовлены, практически мы право применяем, вот нормы ЕС, ну, и, соответственно, меняем. В частности, сейчас мы уже подписали с российской стороной договор, и он вступил к действию о том, что граждане наших стран могут пребывать на территории двух стран до 30 дней с регистрацией, не в зависимости от категории, значит, мигрантов, в данном случае, предъявляющийся, либо он выезжает на лечение, либо с частными целями. По всем категориям граждан у нас взаимно сейчас в новом порядке 30 дней. Аналогичный, значит, переговорный процесс у нас продолжается с казахской стороной. Мы сегодня говорим о том, что для граждан Казахстана в Казахстане установлен порядок пребывания с регистрацией 90 дней, мы будем этот режим пересматривать. Сейчас мы хотим поставить паритет, сделать для граждан Казахстана, и такое предложение обсуждается, значит, режим пребывания, так же, как и для наших граждан в Казахстане, 5 дней, за исключением публикающих граждан, в котором регистрация, без регистрации можно находиться до 30 дней. Кроме того, казахской стороне мы предлагаем все-таки подписать соглашение о порядке пребывания до 30 дней, и таким образом при любом расставании, если казахская сторона согласится подписать соглашение по аналогии и в рамках, значит, тех планов, которые есть в ЕС, до 30 дней порядок будет 30 дней. Если же вопрос этот будет затягиваться, и нам непонятно, почему это происходит, так как правило ЕС прямо определяет, что такое соглашение должно быть подписано, то порядок пребывания граждан Казахстана паритетом будет сокращаться тоже на 5 дней.